Сегодня клещи уже не активны, укусы единичные идут в поликлинике горожане уже с другими сезонными инфекциями, респираторными. Еще две недели назад эпидемиологи отмечали устойчивый рост числа заболевших. У терапевтов наблюдались до 6 тысяч горожан. Насколько изменилась ситуация сейчас, расскажем далее. На данный момент в городе и области число заболевших острыми респираторными заболеваниями начало сокращаться. Особенно среди взрослого населения, отмечают специалисты. В Кирове, к примеру, количество заболевших не превышает эпидемиологического порога. Люди акклиматизировались, объясняют ситуацию и сотрудники Роспотребнадзора. Сегодняшний день уже погодные условия стабилизируются, отопление практически уже везде включено. То есть нет таких факторов, способствующих перехлаждению. То есть эпид-порог среди школьников не превышен. А именно школьники всегда у нас являются пусковым механизмом в эпидемическом подъеме заболеваемости. Ни одного случая гриппа эпидемиологи также на данный момент не зафиксировали. Говорят, еще не время. Однако жители области уже начали активно прививаться от этого вирусного заболевания. В регион уже поступило 190 тысяч доз вакцины для взрослых и чуть более 100 тысяч доз для детей. Все они, уверены, специалисты будут использованы. Причем в этом году активно влияют на статистику местные работодатели. Сделанные прививки за счет средств организации, то есть за счет своих собственных средств, некоторые руководители озабочены состоянием здоровья своих работников и выделяют средства на проведение именно специфической профилактики против гриппа. Что, в свою очередь, эпидемиологов очень радует. Так удастся привить большее количество жителей области. А, соответственно, и осложнений после гриппа должно быть меньше. В частности, самого тяжелого – пневмонии. Саму же эпидемию гриппа специалисты ожидают не раньше февраля будущего года. Дмитрий Житарчук, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Дайвич.